Спортсмены и любители не только из Чувашии, но и соседних республик Мариэлла и Татарстана боролись за звание самого быстрого на первенстве республики по автомобильным гонкам. Гоняли все профессионалы, любители и даже дети. Мои коллеги Андрей Шоклев и Галина Титарчук поговорили с теми, кто не представляет свою жизнь без быстрой езды. На специальном полигоне в Чершкасах гоночные авто, кары и мотоциклы с колясками. Трасса скоростная, специализированная под кросс, протяженностью 1 км 200 метров, но не самая сложная. Шесть левых и пять правых поворотов, уверяют организаторы гонок. А вот сами гонщики готовы с этим поспорить. Трасса относительная, достаточно тяжеловато ехать из-за высокой колейности и появления явных поворотов ледяных. Сложно удержать машину, ее так или иначе выносят на внешнюю траекторию, на отработку. Поэтому боремся, боремся с трассой, боремся с машиной. На крутых виражах машины сильно заносят. Столкновения и аварии неизбежны. Но на пидстопе поломки быстро устраняют. Я вроде все уже, атакую, бац, у меня колесо. Чувствую, он же все лево тянет. В автокроссе достаточно часто бывает. Практически всегда. Да, главное, что дальше трассы, чтобы не выходило, такое соперничество оставалось. Здесь в рамках спорта. Пока одни меняют колеса, другие заправляются. Аппетит у гоночных авто отменный. Литров 5-6 это точно выходит. Если кругов 5 проезжает. Вот два заезда, 10 литров заливаем сразу. Уже переливает иначе. На поворотах человек перестает. В рождественской автогонке могли принять участие все желающие. В этот раз зарегистрировались 27 взрослых экипажей и 5 детских. Маленькие гонщики на трассе умудрались развивать недетскую скорость до 95 км в час. Неоспоримым лидером детского заезда стал Роман Прокопьев. За рулем баги я ездил два года. Трасса была для меня несложная, потому что я на ней уже много раз ездил. Очень много наград. Очень много первых мест. А где ты выступал? В набережных Челунах, в Казани, в Чебоксарах. Каждые выходные это или соревнование, или тренировка. Постоянно две техники на треке. Постоянно подготавливать. Ну, много времени уходит. Поэтому только так. Ну, для нас подиум это достаточно привычный момент. Для Ромки особенно. Потому что в его возрасте другие пилоты немножко похуже ездят. Ему поэтому легко дается это сейчас. По итогам взрослых заездов победу также праздновали чебоксарские гонщики. Александр Бавилов, Андрей Васильев, Евгений Куваев и Лев Зуев. Новый сезон только начался. Впереди новые старты и новые победы. Уже в феврале гонки по льду, а летом первый чемпионат среди команд ПФО. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.